Как избавиться от тех или иных зависимостей и привязанности к окружающему миру? Это правильный основной вопрос, и с него можно было начать, но я буду отвечать только на те вопросы, которые вы зададите. Это начинается с вашего мировоззрения, ваших морально-нравственных ценностей и понимания гармоничного отношения с окружающим миром. Если вы понимаете, что такое гармоничное отношение с окружающим миром, если вы понимаете принципы, по которым живет и развивается человеческое существо, вы не будете нарушать эти законы, а если вы их нарушали прежде, то вы перестроитесь. Любая система, которая была повреждена, в принципе, можно исправить. Бывают такие технологии, и есть какое-то количество людей, которыми технологиями владеют, когда можно исправить то, что уже практически разрушено. Но исправить можно тогда, когда вы отработали внутреннюю причину, когда вы понимаете все эти вещи, когда вы живете по этим принципам, когда ваше отношение к окружающему миру гармоничное. Если эта ситуация есть, если она существует вашим сознанием, если это ваш образ жизни, ваше понимание, то процесс исцеления становится возможным. Никто не ограничивает живых существ только потому, что хочет их показать. Ограничение не только ради того, чтобы это существо что-либо переосмыслило и поменяло систему отчета, поменяло свое понимание, восприятие и изменило свой образ жизни и уровень отношения с окружающим миром. Нет ничего такого, что в принципе нельзя было бы исправить. И является включением та ситуация, когда уже человеческий ресурс практически закончен. То есть когда человек очень старый и уже готов уйти в другой мир. В этот момент пытаться все поменять, это очень энергозатратно и обычно этим не занимают. То есть расходы на восстановление возможностей такого человека, они не являются разумными. Проще поменять тело и снова прийти в теле ребенка. Хотя теоретически существуют технологии омоложения даже в преклонном возрасте, поскольку все системы вашего организма они подвижны и как ваши клетки могут умирать, так они могут и возрождаться и регидировать можно практически все. Редактор субтитров А.Семкин